Тепло, горячая вода, газ. Этого могут лишиться собственники домовладений, которые вовремя не заключили договор обслуживания внутридомового газового оборудования. Об этом говорили на круглом столе в Раменском информагентстве. С 13-го года как бы не касались этого момента, так вплотную население, скажем так, не теребили, чтобы они заключали договора. Но в связи с тем, что стали происходить несанкционированные подключения, соответственно, утечки и последствия омных, жестко взяли за эту тему и стали с населения требовать заключения договоров на техническое обслуживание и периодически проводить техническое обслуживание газового оборудования. Постановление правительства Российской Федерации номер 410 о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования гласит, что если в доме есть газовое оборудование, то собственник обязан заключить договор на его техническое обслуживание. Договор на техническое обслуживание, но он должен быть. Так как я являюсь представителем филиала Юго-Востока ОМОС «Булгаз», как организации, поставляющей газ абонентам, нас обязали и мы обязываем наших потребителей, чтобы при заключении договора не с нами, они предоставляли нам информацию о том, что у них договор есть в наличии, для того, чтобы мы отметили у себя в своих программах о том, что у абонента оборудование технически исправно и оно обслуживается. Работа по разъяснению постановления правительства ведется в Раменском городском округе давно, но, к сожалению, более 50% собственников до сих пор не заключили договор. Это 34 тысячи домовладений. Если договора такового нет у абонента по этому же постановлению 40-му, мы обязаны его отключить от газоснабжения. Шансы наверстать упущенное у собственников жилья есть. Перед отключением газоснабжения им приходит уведомление о грядущей неприятности. Причем сначала одно, а через 20 дней второе. И если в течение 40 дней после получения первого уведомления собственник не поторопится заключить договор, газ отключат. Ну, соответственно, люди работают, техники, мастера, обзванивают абонента, разговариваем с абонентами, бьемся, но, сами понимаете, люди. Раньше, опять же, это было то, что ценовая политика была разная. Сейчас я еще раз повторю, что цена у всех одинаковая на техническое обслуживание. Просто абоненту пошли навстречу, и у него есть выбор, с кем он хочет заключить договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Со всеми вопросами на Левашево-12, бывшее, да, как бы... Ну, то есть там абонентский отдел, по-прежнему, осталось... Да, есть абонентский отдел, да, отдел по работе с клиентами его, фронт-офис, туда со всеми вопросами без проблем можно обращаться. Повторное подключение к газоснабжению будет стоить в разы дороже, чем заключение договора. Игорь Чернышев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».